МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Профсоюзный календарь февраля открылся масштабным событием 9-м съездом Федерации независимых профсоюзов России. 7 февраля в главном медиа-центре Олимпийского парка в Сочи открылся 9-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. 700 делегатов профсоюзного форума представляли интересы более чем 21 миллиона членов профсоюзов, в том числе и трудящихся Татарстана. Делегация из республики была одной из самых крупных. 27 делегатов представляли татарстанских трудящихся. 2015-й – это и год 110-летия деятельности профсоюзов в России, год 25-летия образования Федерации независимых профсоюзов России. Да, ФНПР – это часть мирового профсоюзного движения. Но при этом мы профсоюзы, обладающие национальной спецификой, не отделяющие себя от России, от нушечаний российских граждан. Темпы экономического роста и роста зарплаты в России замедлились, звучало с профсоюзной трибуны. Потребительская инфляция растет. Девальвация рубля создает предпосылки для возникновения рисков финансовой и социальной стабильности государства. Свою позицию озвучил и президент России Владимир Путин. Он высоко оценил ту роль, которую играют профсоюзы в обществе, и согласился с тем, что нельзя перекладывать на плечи рядовых граждан издержки кризисных явлений в экономике. Подчеркну, большую роль ФНПР как надежного партнера государства в обеспечении социальной гарантии трудящихся. Представители профсоюзов всегда отличали заинтересованное, неравнодушное отношение к делу. На профсоюзном съезде обсуждали проблемы достойного труда и заработной платы, экономического социального партнерства, создания достойных рабочих мест, гарантий работникам Российского Севера и формирования пенсионной системы. Поднимали вопросы молодежной и информационной политики профсоюзов и участия в международном профсоюзном движении. Необходимо сменить вектор развития экономики России с экспорта природных ресурсов и импортозависимости на производство товаров внутри страны, говорят профсоюзы. По всем озвученным вопросам съезд принял программы и резолюции, которые станут основой для дальнейших действий профсоюзов. Профсоюзы – это не только организация. Это люди, которые ежедневно работают на благо трудящихся. Такие, как герои нашего следующего сюжета. 13-му детскому саду «Гусельки» города Зеленодольск вот уже три десятка лет. Ровно столько же при нем существует и профсоюз. Шестой год подряд его возглавляет Татьяна Тархова. Она всегда готова прийти на помощь в решении самых разных ситуаций, возникающих в процессе работы. Это предусматриваются льготы для ухода за пожилыми родителями, для бракосочетания сотрудников, их детей, для проводов в армию, для проводов детей в первый класс. Есть в детском саду и отдельный кабинет по охране труда. Здесь все сотрудники проходят инструктаж, знакомятся с коллективным договором. Особое внимание уделяют молодым специалистам. В детском саду им даже выделяют деньги на получение высшего образования. Так, чтобы выложить большую сумму за обучение, нет такой возможности. И профсоюзная организация создала беспроцентную суду. Регулярно весь коллектив детского сада сообща проводит совместный досуг. Так, в преддверии Нового года, работники гуселек в полном составе выехали на прогулку в зимний лес. Профсоюз – это такая организация, которая сплачивает коллектив. Ну, это вот такое вот совместное содружество, которое взаимовыручка, взаимопонимание даже между собой. Сейчас на фоне кризиса сохранить благоприятную атмосферу в коллективе – задача, которая в первую очередь ложится на плечи профсоюза. Первичная профсоюзная ячейка 13-го Зеленодольского детского сада успешно справляется с этой задачей. И впереди у них еще немало планов и новых идей, как сделать жизнь работника детского сада еще комфортнее. Семья профсоюзов Татарстана увеличивается. Мы рады приветствовать в профсоюзных рядах работников совместного предприятия «Форд Солерс». Наш репортаж из Елабуги. С проходной и профсоюзного стенда начинается знакомство посетителей с елабужским автомобильным заводом «Форд Солерс». Завод по меркам республики молодой и профсоюзная первичка тоже. Мы молодые, у нас всего два года. Мы сейчас набираемся опыта, как мы должны двигаться в профсоюзной работе. Вот, у нас организовывались и учебы, и тренинги. Около 500 сотрудников совместного предприятия в Елабуге состоит в профессиональном союзе. Решая проблемы трудящихся, профсоюз активно сотрудничает с администрацией завода. Создали, ну, чтобы как-то защищать свои права, интересы. Некоторые даже я еще не успеваю, как говорится, с ними поговорить о профсоюзе. Они мне уже либо сами приходят, спрашивают, Ирина, дайте нам, пожалуйста, бланк, мы хотим вступить, либо уже готовые несут. Александр Алишутин работает в машиностроении 40 лет. На автомобильном заводе он мастер производственного обучения. Практически всех работников конвейера Александр знает в лицо. Для него профсоюз – это и возможность решать производственные вопросы. Потому он в числе первых вступил в профессиональный союз. Хотелось чего-то, чего мы можем, например, совместно с администрацией решить какие-то проблемы. Не обязательно там социальные, есть еще и производственные всякие там. Чего-то улучшить, чего-то добавить, где-то вентиляцию сделать, где-то вытяжку сделать. Для Ирины Дворецкий профсоюз – это возможность сделать жизнь зводчан ярче. Да, работа на Форт Солерсе интересная. Оборудование современное и культура производства на высшем уровне. Но ведь ни одной работой жив человек. Организовываем культурный отдых. Первый опыт – выезд на побережье Черноморья. Ко дню машиностроителя. База отдыха, где смогли мы уже с семьями отдохнуть. С заботами и радостями заводчане идут в свой правком. На Елабужском и набережно-челненском заводе одна профсоюзная первичка. И профсоюз в буквальном смысле объединяет коллектив двух автомобилестроительных площадок. Выезжая на какие-то мероприятия, мы также собираем людей с двух площадок. Они там знакомятся, дружатся, появляются семейные пары. Мировой опыт говорит, без социальной стабильности в коллективе не бывает качественных результатов производства. А с профсоюзами работники уверенно смотрят в будущее, говорят автомобилестроители. Очередная история из настоящей жизни в нашей следующей постоянной рубрике «Профсоюз помог». Галина Долгова 11 лет трудится менеджером по торговле Дрожжановского почтампа. Работа нравится, коллектив дружный, есть профсоюз. Но летом 2014 года в обустроенной жизни семьи Долговых произошло несчастье. Ситуация, конечно, не из самых легких. Трудная ситуация попасть не каждому. Могу не говорить. Галина Петровна до сих пор не в силах совладать с эмоциями. Августовской ночью у нее сгорел дом. От некогда капитального строения остались одни стены. Хорошо, что обошлось без жертв, но семья лишилась всего нажитого имущества. Долговы в буквальном смысле оказались на улице. У нас все-то сразу все узнают друг друга. Тем более, когда такое горе. Галина Николаевна сразу позвонила, сказала, какие документы нужны будут. На помощь Долговым пришли коллеги. Приносили вещи, деньги, поддерживали морально. А председатель правкома Почтампа Галина Николаевна помогла Галине Петровне оформить документы на материальную помощь. Ведь Долгова является участником профсоюзного фонда социальной защиты работников информатизации и связи Татарстана. И профсоюз в силах помочь в этой ситуации. Мы сразу же вышли в леском нашу. Они оказали нам помощь. Все документы собрали, отправили, не заставили долго ждать. Материальной помощи хватило, чтобы приобрести другое жилье, сделать небольшой ремонт и въехать в дом к зиме. Конечно, сложно начинать все заново, но Галина Долгова уверена, все получится. Этот случай вспоминать очень тяжело. Но если бы профсоюза у нас не было, это было бы очень трудно встать на ноги. Я могу сказать, что профсоюз – это сильная организация, которая всегда поддерживает. Коллеги из других почтампов Татарстана до сих пор присылают посылки с помощью. Галина Долгова говорит, для нее профсоюз – это действительно большая семья, которой можно гордиться. Профсоюз помог. Так можно сказать о большей части той деятельности, которой занимаются профсоюзы. Совместно с другими общественными организациями им удается осуществлять адресную помощь для тех, кому она действительно нужна. Тамара Силантьева не представляет, как можно поехать отдыхать без детей. У нее их пятеро. Отдых, привычный для большинства обычных семей, многодетным не всегда доступен. И фонд «Инье-мама» при поддержке Федерации профсоюзов Татарстана пригласил большую семью Силантьевых на спортивно-оздоровительный тур в профсоюзный санаторий «Васильевский». Я была очень рада, просто внутри ликования, что можно отдохнуть всей семьей. Ты не можешь себе позволить этого так часто. Поскольку семья большая, это нужны дополнительные средства, их, как правило, не хватает. Компанию Силантьевым составили Ибрагимовы. В этой семье восемь детей. После оздоровительных и водных процедур веселые и яркие команды участвовали в спортивной части ТОРа в сдаче норм ГТО. Конечно, младшим участникам команд давали задания попроще. Близняшки Аня и Лера Силантьевы занимаются серьезным спортом – хоккеем на траве. Но такой спортивно-оздоровительный тур им очень понравился. Ты очень красивая, добрые люди. В «Васильевском» говорят, что главное в семейном отдыхе – не лечение. В суете городской жизни часто не хватает времени на простое общение. А в здравницах профсоюзов есть все возможности и для общения, и для отдыха, и оздоровления. Мы позиционируем себя как территория семейного отдыха. Понимаете, вот наше время, самое главное – это дефицит общения. Они здесь приезжают, общаются. Зимой – это лыжи, коньки, летом – вода, велосипеды. В прошлом году в программе оздоровления участвовали 50 семей. В этом году в спортивно-оздоровительных турах будут участвовать 60 человек. Но и программа пребывания в санатории увеличилась. Мы каждую семью смотрим, отбираем. Именно нуждающиеся семьи. Два дня спортивно-оздоровительного тура пролетели незаметно. Такие маленькие радости – это значимые события для больших семей. А на сегодня все. В жизни и на телекранах с вами профсоюзы «Союз Сильных». Я рад, что вы знаете. Субтитры создавал DimaTorzok